Если отчет мэра споров не вызвал, то вопросы о поправках в устав города депутаты обсуждали бурно. Речь об изменениях правил выборов. Новый состав Совета депутатов Новосибирска предстоит определить в сентябре. Возможно, партийных списков уже не будет. По крайней мере, большинство депутатов сегодня сразу в двух чтениях поправки одобрило о другой части народных избранников и сами изменения, и процедура их внесения вызвала протест. Мнение выслушала Вероника Иванова. На этой сессии Совета городских депутатов явка стопроцентная. По результатам голосования партийные списки на предстоящих выборах отменяются. Эмоции участников обсуждения зашкаливают. Поправки к проекту решения в первом чтении Совет не рассматривает. Переходит сразу ко второму. Некоторые депутаты с такой процедурой не согласны. Утверждают, что перенести вопрос нужно на другую сессию, и потому теперь не исключают обжалование решения уже в суде. Если мы видим грубейшее нарушение, то вполне вероятно, что в ближайшее время появится иск, ну и, соответственно, судебное решение, которое может отменить то, что произошло сегодня в Совете депутатов. При этом это судебное решение может отстануться во времени, может наложиться уже на объявления выборов, которые могут быть признаны незаконными. Принято решение, нарушающее регламент, так как есть в 131 ФВЗ отсылка к регламенту, это нарушение федерального законодательства. Я думаю, что я лично буду убеждать, чтобы обратились в суд и отменили данное решение. Предложение отменить списки поступило от общественников. Ответственность перед избирателями у одномандатников, по их версии, выше. Хотя в представительных органах власти, от ЗАГСобрания до Госдумы, до этого момента и в Гурсовете, выборы смешанные и по округам, и по спискам. Депутаты-одномандатники не в полной мере могут включаться в деятельность, в стратегическую развитие муниципалитета. А у списочников другая проблема. Этот аргумент постоянно звучит, когда пытаются отказаться от списков, что списочники не связаны с территорией. То есть у них меньшая связь территориальная с избирателями. По новой системе избирательных округов будет не 40, как сейчас, а 50. Предстоит утвердить новые границы участков. Кому-то из действующих депутатов придется поделиться избирателями. Мы должны принять это решение до 20 числа мая. Потому что у нас не менее чем за 80 дней до даты выборов, и не более чем за 90, принимается решение о назначении даты выборов. А перед датой выборов должны уже быть сформированы округа, которые также будут приниматься на сессии. Хотя решение уже принято, это не точка в споре о партийных списках. У противников изменений есть еще время и возможность отстоять свою позицию. Вероника Иванова, Евгений Макаров и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые новости.